Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Вайгаш, где Юсеф, потерянный брат, наконец-то открывается своим братьям и говорит, «Я жив! Я вас прощаю за то, что вы меня продали. Это на самом деле был замысел Творца. Он хотел, чтобы мы сюда все пришли в Египет, потому что везде голод, и я, Юсеф, могу вас содержать». Когда Юсеф открывается братьям, написано, что все плачут. Говорят им наши мудрецы, почему плакал Юсеф. Потому что ему в пророческом даре, когда он увидел Беньямина, открылось, что на территории Беньямина будут стоять два храма, которые будут разрушены. Поэтому он плакал. Он плакал, потому что увидел разрушение обоих первых храмов. Когда он увидел братьев, говорят им наши мудрецы, он плакал, потому что он увидел, что когда разрушатся храмы, десять колен уйдут в тяжелейшее изгнание. И он плачет. Когда Беньямин увидел Юсефа, он плакал. Почему? Потому что он увидел, что вот Мишкан, переносной храм, который будет на территории Юсефа, он будет разрушен. Задается вопрос. Наконец-то семья соединилась. Наконец-то все хорошо. Вы 22 года не видели Юсефа, Юсеф не видел свою семью. Почему все плачут именно сейчас по разрушению храма? Написано, когда Яков скоро придет после братьев к Юсефу, они тоже плакали по разрушению храмов. Плачут, храмов не будет, будет так тяжело, тяжелейшее изгнание. Но почему вы плачете сейчас? Юсеф, ну подожди неделю. Порадуйся, пришел твой папа, твоя семья. Порадуйся, что ты больше не один. А через неделю вы сядете вместе и будете, как великие пророки, обсуждать, что в будущем, к сожалению, из-за ваших грехов будет разрушен храм. Почему нужно плакать сейчас, когда такая радость? Ловите момент счастья. Зачем вы плачете именно сейчас? Говорят нам наши мудрецы, все не просто так. Мешихохме, сфасэмес, они оба говорят очень важную вещь. Тора подчеркивает, что когда Юсеф устроил вот эту вот всю систему общения со своими братьями, он это делал не просто так. Братья украли сына у отца, продали Юсефа. Поэтому Юсеф обвинил братья в воровстве, в краже денег, в краже его дорогого кубка, чтобы они были в состоянии воров, чтобы искупилась вот эта вот ужасная продажа Юсефа. Она состояла из многих частей. Одна из этих частей, что они украли отца сына у отца. Поэтому он их обвиняет в краже, чтобы искупить вот этот элемент. Также он их обвиняет в том, что вы шпионы, вы пришли смотреть на нашу землю, вы хотите нас захватить. Вы шпионы. Почему он их обвинил в шпионаже? Потому что когда-то давно они его обвиняли в том, что он шпионит, чтобы жаловаться отцу. И вот эту часть продажи Юсефа, что они его обвиняли в шпионаже, он тоже хотел, чтобы они искупили. Поэтому сейчас он их обвиняет в шпионаже. Есть третья часть. Когда они продавали братика Юсефа, которому было 17 лет, он их умолял. Братья, пожалейте меня. Он плакал и их умолял. Умолял, не надо. И поэтому сейчас они приходят к нему и умоляют. Отпусти Бениамина, потому что он их умолял. И они его не послушали. И теперь они должны умолять. Они украли сына у отца и их обвинили в краже. И точно так же Юсеф хотел, чтобы они полностью искупили свой тяжелейший, ужаснейший, трагический грех продажи брата. И все, что он устроил, это было, чтобы искупить вот эту трагедию, которая случилась. Говорит нам Тора, что Юсеф больше не мог. Он больше не мог сдерживаться. И он открывается братьям. Что имеется в виду? Зачем Тора подчеркивает, что он не мог сдерживаться? Потому что он должен был продолжать. Ему приснился вещий сон. Бог ему сказал в пророчестве, смотри, когда-то 11 братьев тебе будут кланяться ниц. И это уже сбылось несколько раз. Братья приходили, уходили. Они кланились Юсефу. Но во сне также было указано, что папа и мама, луна и солнце тебе будут поклоняться. Кто это? Это Яков и Бильга, которая его вырастила, как мама. И Юсеф должен был дождаться. Юсеф, тебе тяжело, но подожди, твои братья мучаются. Это же искупление для них. Остался последний этап. Подожди, пока они позовут Якова и всех остальных, и Бильгу. И они тебе поклонятся в ноги. И тогда полностью, полностью будет искупление, продажа Юсефа. Бог же тебе это показал. Они уже умоляли тебя. Они уже, ты обвинил их в шпионаже. Они уже тебе кланились. Уже почти, почти все закончилось. Осталась последняя вещь. Юсеф, скажи, что Бениамин остается с тобой, потому что ты его обвиняешь в воровстве. Пока не придет Яков с семьей, ты его не отпустишь. Тогда что, братья побежали бы за Яковом и сказали, Яков, мы тебя умоляем. Мы понимаем, что мы тебе обещали, что такого не будет, но у нас беда. Ты обязан спуститься в Египет. Мы тебя умоляем спуститься. И тогда Яков бы спустился. И, братья, вы еще умоляли, умоляли, умоляли. И полностью бы искупилась бы та часть, что Юсеф их умолял. Не продавайте, не убивайте. Пожалейте меня. И вот эта часть была бы полностью искуплена, если бы Юсеф хоть немножко подождал. Потерпи, Юсеф, сейчас придет Яков, и закончится грех продажи Юсефа. И не будет разрушений храмов, потому что разрушены храмы оба, также потому что этот ужасный грех ненависти между братьями остался, и он не был завершен, искупление не завершилось. Юсеф не смог удержаться. Он не смог доработать последний этап очищения. Подожди, Юсеф, не открывайся им. Подожди, пока звезда, пока солнце, и луна тебе не поклонятся в ноги. Это было пророчество. Подожди, потерпи. Но он не смог. Юсеф открывается братьям слишком рано. И поэтому продажа Юсефа, вот этот колоссальный, ужасный, трагический грех, не был закрыт до конца. Поэтому в результате этого будут разрушены, к сожалению, первый и второй храмы. И мы ждем сейчас третьего храма. Поэтому именно сейчас, когда братья пришли, пришел Яков, Бог показывает пророчество Юсефу. Что же ты наделал, Юсеф? Как же ты мог? Если бы ты немножко потерпел, тебе ужасно тяжело. Братья мучаются. Папа мучается. Ты мучаешься. Но потерпи еще немножко. Потерпи еще последний этап. И тогда вообще не будет разрушения первых и второго храмов. Не будет. Но Юсеф не смог. Поэтому именно сейчас Бог ему показывает, смотри, ты не смог. Вот Беньямин. Вот будет разрушен первый, второй храм, который на его территории. Потом спускается Яков. Снова Юсеф видит это пророчество. Когда он видит братьев, он видит пророчество, что десять колен уведут в плен, уведут в изгнание. И он плачет. Потому что он не мог сдержаться, он больше не мог этого терпеть. Он не доработал искупление. Дорогие друзья, уже в этот вторник, ближайший вторник, пост 10 ТВТ, начинается серия постов о разрушении храма. Мы до сих пор в изгнании, потому что нету храма, нету последнего храма. Всевышний не может полноценно с нами взаимодействовать, давать нам добро и благо. Мы все мучаемся. Войны, болезни, трагедии. Почему? Потому что в Иерусалиме до сих пор нету третьего, последнего храма. Как отстроить храм? Написано, что каждое страдание, что нету храма, оно приближает и строит храм. Поэтому давайте мы сейчас напряжемся. 10 ТВТ – это очень короткий пост с утра до вечера, там 10-11 часов всего-навсего. Давайте постараемся скорбить по-настоящему, что Бог не может нам давать благо. Мы все страдаем, весь мир страдает. Давайте молиться и как-то, что-то как-то себя пробуждать в страданиях по храму 10 ТВТ, чтобы третий храм был наконец-то построен, чтобы продажа Йосефа была полностью искуплена, и Бог находился с нами, и мы могли наслаждаться общением, коммуникацией с Богом на 100%. Спасибо огромное за внимание. Шаббат шалон.